Аресты, запреты суды. Меры, на которые вынуждена идти энергокомпания ДГК. Долги жителей Владивостока, Артема и Партизанска за теплоснабжение достигли критической отметки. На сегодняшний день это почти 2 миллиарда рублей. В общей сложности 20 тысяч квартир по трем городам – должники, которые воспринимают наличие теплоснабжения как данность, а не как коммунальную услугу, которую необходимо ежемесячно оплачивать. Если их поделить на подкатегории, что ли, в процентном соотношении, то процентов 5 – это порядка 9 тысяч лицевых счетов. Это должники, которые в принципе не платят за тепловую энергию и горячую воду. По ним сумма задолженности на сегодняшний день составляет 948 миллионов рублей. Это 5% из должников, у которых имеется высокий уровень дохода. Остальная масса, 90% должников – это работающие население, либо пенсионеры, которые получают периодический доход, но не всегда могут донести денежные средства до нас. В прошлом году, применяя все законные способы воздействия на должников, энергокомпания вернула 283 миллиона рублей. Но это лишь капля в море, поэтому было решено усилить работы по борьбе с неплательщиками. Ежедневно юристы филиала совместно с судебными приставами выходят в рейды, арестовывают имущество, иначе вернуть долг невозможно. Одна из самых эффективных мер воздействия – арест банковских счетов. Если же на карте должника нет денег, применяют другие меры. Например, исполнительный лист направляют по месту работы, и тогда половина заработной платы неплательщика идет в счет погашения долга. За 2016 год было обращено взыскание на заработную плату должников, на доходы должников в рамках 2400 исполнительных производств. То есть, каждое четвертое исполнительное производство, возбужденное в 2016 году, каждый четвертый должник у нас получил постановление об обращении искания на доходы, по месту работы было направлено. В рамках 4700 исполнительных производств мы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах кредитных учреждений. Еще одна действенная мера – запрет на выезд за границу. Несколько должников ДГК вспомнили о неоплаченных счетах прямо перед посадкой в самолет, но уже было поздно, на борт их не пустили. К слову, одна из них была невестой. Стоит отметить, что и на дорогах Владивостока работает дорожный патруль, который сразу видит неплательщика. При помощи комплекса обнаруживается, что владелец той или иной машины является должником. Система сигнализирует звуковым режимом, о чем вводится информация на монитор ноутбука. Далее дежурные сотрудники ГИБДД останавливают автотранспорт, принадлежащий должнику, после чего судебные приставы прямо на месте взыскивают сводителя за должность, либо вручают ему процессуальные документы в рамках осмотрного производства, требования на прием к судебному приставу исполнителю, либо накладывают арест на автотранспортное средство должника. Такой вид расплаты применяют ко всем должникам, в том числе и коммунальным. Однако на них распространяется особая мера – отключение от горячей воды. Но если в прошлом году об этом неплательщиков предупреждали несколько раз, то сейчас единожды. После 20 дней со дня доставки уведомлений управляющая компания вправе перекрыть кран. Большинство должников старается решить вопрос на месте, погасив долг, либо заключив соглашение о реструктуризации. Таким образом, энергокомпания идет навстречу потребителям. Договор позволяет оплатить долг частями в течение года, а если сумма очень большая, специалисты могут продлить срок. Кроме этого, соглашение защищает от пений и визитов судебных приставов. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.